всем привет это проекте от коллеги и читару меня зовут андрей козлов со мной екатерина шайтанова на редакторе 4 и сегодня мы хотим поговорить про последствия пандемии коронавируса в россии и в забайкальском крае основанием для наших сегодняшних размышлений будет довольно известный текст проекта журналистского который так и называется проект этот материал вышел какого 21 марта называется открытый на карантин это большое в масштабах проекта не очень большое но масштабное довольно исследование в итогах первого коронавирусного года в россии который год пандемии 1 апреля наверно исполнилось официальная такой да все ушли все ушли на самоизоляцию да этот текст обсуждается в чеченских телеграм-каналах в телеканале в телеграм-канале за байкалом анонимным и в анонимном телеграм-канале за байкальский краевой проект говорит о том что регионы российские подошли по-разному совершенно к ведению ограничительных мероприятий и связывает масштабы этих ограничительных мероприятий и степень подготовки системы здравоохранения прежде всего в части коек с итоговым количеством так называемых чрезмерных смертей до избыточной избыточной смертности то есть смертности которая отличается от средней статистической в предыдущие годы в россии это избыточная смертность составила 20 процентов среднем среднем по стране вот а в забайкальском крае такой статистики не велось но екатерина александровна своем телеграм-канале мы в нашей ленте тоже были эти новости отмечала эту избыточную смертность в графиках которые были построены на основании данных департамента загска его по моему и здесь и на эти графиках видно что избыточная смертность в забайкальском крае было максимальной в ноябре и в декабре превышала среднестатистическую за предыдущие ноябре и декабре примерно ну нет где-то процентов на 30 особенно это чувствовалось в ноябре это был видимо пик когда по региону зарегистрировано было 1600 смертей при том что обычно в ноябре таких смертей около тысячи ста и в декабре было около 1550 смертей при том что в обычном декабре около 1100 смертей надо понять понимать что это не статистика летальность коронавируса а общая летальность региону от всех болезней и вот этот вот пик который в ноябре и декабре вызвал не только пандемии коронавируса но и отсутствием плановой помощи не знаю онкологическим больным или людям сердечно-сосудистыми заболеваниями да то есть усилия региональной системы здравоохранения были отвлечены на сражение с пандемией коронавируса поэтому не вся плановая помощь оказывалась кому-то уделили меньше внимания с другими заболеваниями поэтому смертность выросла повышенная смертность сохранялась и в январе 1500 смертей где-то я вижу на графике по сравнению с обычными 1200 ну и феврале эта смертность пошла на убыль и в принципе мы это сейчас по ежедневной статистике который дает краевой здрав по моему видим что количество смертей слава богу от коронавируса к началу апреля к нулю практически приблизилась дай бог что эту тенденцию удастся сохранить врачам проекта изучал ситуацию в разных регионах и пришел к выводу о том что ситуация в россии не лучше если сравнивать с другими странами мира но здесь все довольно относительно то есть проект говорит о том что у нас в стране умерла на 321 тысячу человек больше чем умирала в обычные годы да а некоторые эксперты дают число в 414 тысяч человек и говорят о том что это второй результат в мире после соединенных штатов америки где живет в два с половиной раза больше человек но как бы как они там считаете эти 414 тысяч человек большой вопрос но в целом понятно что россия очень много людей потеряла от коронавируса где-то от 300 по более официальным данным до 500 тысяч человек по менее официальным данным но чтобы далеко не ходить за примером 300 тысяч человек это население 4 то есть это катастрофа который наш страна пережила и мы по моему еще до конца не поняли масштаба этой катастрофы мне кажется мы считаешь не до конца и пережили да и мы не до конца и пережили вот ну и ведется статистика по регионам дается статистика по регионам у проекта и видно что видно те регионы которые хуже всего пережили пандемию в части вот этой вот избыточной смертности это чечня татарстан дагестан омская область пензенская область московская область карачаева черкесия самарская область и ленбургская область нижегородскую область часть из этих регионов которые больше всего пострадали по мнению проекта они были но в такой агрессивной довольно информационной повестке это прежде всего касалось чечни татарстана и омской наверное области омская области красота область где высаживали больных около здания областного правительства это как раз та область но я не думаю что это отдельный показатель я думаю что у нас в какой-то из периодов тоже легко могла повториться такая ситуация да ну то есть это человеческий фактор эмоции так работали у людей в забайкальском крае тоже было несколько громких историй одна история была связана к сожалению с невозможностью оказать полноценную медицинскую помощь людям с онкологическими заболеваниями отсутствие этой помощи привело к какому-то количеству смертей у нас этой темой занималась юля скорнякова довольно подробно в начале лета по моим 2020 года да и вторая история со смертью женщины которая записала видео перед смертью своей квартиры о том что она не может получить медицинскую помощь несколько да к ней приезжала скорая помощь но отказались там госпитализации в итоге родные были вынуждены привести к воротам первой городской больницы насколько мне известно ну чтобы ее забрали в общем но не смогли врачи спасти жизнь видимо на под поздно попала в первую городскую больницу скончалась на эту историю обращала внимание мы обращали внимание губернатор забайкальского края говорил об этом вот и я честно говоря читаю что смерть вот этой женщины она повлияла на ситуацию с первичным да с тем как в забайкальском крае было организовано оказание помощи коронавирусным больным система встряхнулась как мне показалось и скорректировала некоторые ошибки и это спасло жизни я уверен очень многим людям поэтому надо сказать спасибо ольга сорокина ольге сорокина и за это видео печальная конечно это очень история но тем не менее вот она по нашему мнению повлияло на оказание первичное прежде всего медицинской помощи и своевременной госпитализации коронавирусных больных в этом исследовании проекта проект на это тоже обращается внимание вот публикациях телеграм-каналах забайкальский край неплохо выглядит да хорошо скажи про какие цифры идет речь ты по подробнее читала ну вот если смотреть просто на карту мы прикрепим ее вместе со ссылкой тут красным выделены регионов которых катастрофа катастрофа этого типа который ты сейчас перечислял дагестан чечня и так далее оранжевым выглядит примерно вся россия светло-оранжевым выглядят регионы в которых все относительно хорошо это например республика бурятия магаданская область коми архангельская так далее удивительно зеленым я не до конца разобралась этим выглядеть чукотский чукотский автономного он сверхность упала я не понимаю как это произошло математически людей умерло чем обычно умирает нету избыточной смертности я поняла это единственный такой регион на карте а можно отсортировать регионы списком и тогда мы обнаружим что в топе вот эти региона которые называл андрей а в антитопе ну вот который возглавляет собственно чукотский основной округ мы мы находимся на 13 месте с приростом смертности в 11 процентов вместе с нами ну то есть 12 13 14 места делят новгородская область республика тыва и забайкальский край лучше нас несколько регионов рядом с нами ну да бурятия сахалинская область это восток остальное за запад севастополь это отдельный регион у нас архангельск ленинградской области так далее то есть мы находимся на 13 месте из всех регионов в стране и собственно говоря вообще-то это показатель качества работы системы здравоохранения то есть я понимаю что изнутри и особенно в ноябре это могло выглядеть не совсем так а как будто бы большое видится на расстоянии и через год после всего этого мы вообще-то выглядим достаточно хорошо на фоне всех да это особенно заметно если обратить внимание на статистику по количеству ежедневно выявлявшихся в октябре в ноябре в декабре заболевших по этой статистике забайкальский край входил в число лидеров по стране то есть у нас было больше всего заболевших но тем не менее удалось сдержать смертность хотя я вот тебе хочу сказать что вот эта оптимистичная статистика проекта не бьется с графиками которые опубликованы у тебя в телеграме со ссылкой на загс совсем совсем не бьется математически не надо считать надо отметить что по графику у тебя просто видно это то есть с избыточной смертность было не все подойдет за год они за один месяц почему за один вот у тебя ноябрь декабрь показатели они считают завод да то есть всплеск то у нас пришелся на ноябрь и декабрь да да они считают средний год до среднем за год но здесь по твоему графику видно что у нас в отдельные месяцы и в апреле и в мае а прежде всего в первую волну избыточной смертности вообще не было наоборот людей умирала меньше в среднем по региону и она начала расти только в июне в июле в августе в сентябре и в октябре было тоже ниже среднестатистические значения за предыдущие годы на среднем погоды вот дает проект такую статистику что мы находимся где-то в числе лидеров среди российских регионов по но наоборот смысле по избыточной смертности в конце списка но что здесь можно сказать и понятно что не мы должны давать такие оценки специалисты здравоохранения но вот насколько мы журналисты которые вели эту тему постоянно об этом говорили общались с врачами кто-то из нас поболел побывал больнице здесь нужно первым делом сказать спасибо врачам которые занимались организации работы с коронавирусными больными это люди которые достаточно хорошо известны и это ты брала интервью у шаповалова да это доктор медицинских наук который занимался организации работы в главном к видному на стационаре и видимо в целом по региону это сергей анатольевич лукьянов с которым уже дважды встречались вид коллеги и сегодня встретимся в третий раз после обеда лукьянов меня вылечил от коронавируса главным нештатный пульмонолог забайкальского края безусловно это десятки и сотни других врачей о которой каждый день сражались с этой болезнью в стенах многочисленных монастационаров по всему краю но и как бы не странно это звучало из наших уст это безусловно усилие регионального минздрава много критиковали шангену которая была на этом посту мы были главными критиками но вот статистика проекта в частности говорит о том что большая работа была проведена и наш регион оказался лучше других готов к пандемии коронавируса но и надо здесь прости пожалуйста я думаю что во многом тут есть влияние еще федеральной помощи в смысле методической помощи то есть нам приезжала по моему дважды бригада из москвы которые к тому моменту к нам приезжала летом у нас было относительно затишье а москва к этому времени уже пережила достаточно тяжелую первую волну нам приезжала 52 больница к нам приезжали какие-то еще специалисты и я знаю по интервью с сотрудниками первой городской больницы о том что они достаточно серьезно вложились в обучение помощь обмен опытом с читой и по моему это тоже серьезно повлияло на ход прохождение второй волны нами осенью да и я как бы изнутри еще главного к видному монастационара могу сказать что из разговоров с врачами в том числе большое влияние оказало существование вот этого огромного корпуса но в первой клинике в первой городской больнице нового корпуса то есть это большое здание в котором было достаточно большое количество коек которые ни разу там по моему не были они все прямо заполнены нам были по моему пиковое значение и насколько понимаю врачи готовились к тому что будет надо мы сюда коечки доставим у нас ну да и они доставляли на самом деле койки об этом мне говорили медсестры которые работали вот в главном этом к видному стационаре они говорили что на пиках койки стояли в коридорах вообще-то вот то есть и материально-техническая база с ней было как-то видимо немножко получше чем в других регионах и маршрутизацию этих больных которая была не идеально на мы все об этом знали и писали не идеальной на старте второй волны коронавируса ее потом видимо все-таки скорректировали в том числе после смерти сорокины улучшили эту маршрутизацию и изменили подход вообще к лечению об этом лукьянов в редколлегиях со мной не единожды говорил то есть госпитализировать стали тяжелых больных всех везли в первую городскую больницу остальных распределяли по другим ковидным моностационаром и диагностировали вот именно тяжесть заболевания по вторичным так скажем признакам которые были незнакомы еще этим врачам но во время первой волны коронавируса и константин геннадий шаповалов в интервью кати которая когда-то брала на следующий день после того как умерла вот сорокина до говорил о том что власти региона и страны полноценно воспользовались первой вот этой волной коронавируса для того чтобы научиться бороться с коронавирусом ко второй волне несмотря на количество заболевших научились и благодаря этому удалось спасти я подозреваю но реально сотни если не тысячи жизни только в одном забайкальском крае ну и я изнутри видел как это выглядит главным к видным моностационаре мне показалось что это конвейер по спасению людей то есть ты лежишь и мимо тебя просто течет река врачей медсестер с этими капельницами там и так далее то есть уже был накоплен очень серьезный опыт я был в главном к видным моностационаре уже в конце даже не в волны а просто вот я был в феврале уже когда пошел на спад коронавируса ну и ты при этом лежал из и условно из одной точки смотрел глазами на проходящий мимо тебя поток врачей а я была там по моему несколькими месяцами раньше мне кажется тоже где-то когда были какие-то пики в декабре я туда заходила в сизе и писала репортаж оттуда как это все выглядит изнутри и когда ты передвигаешься еще поэтому на стационару и видишь количество ресурсов которые тратятся на спасение там больных и видишь как это устроено не в одной реанимации а в нескольких реанимациях и какой там поток людей как больных так и врачей и как это все выглядит масштабно то как бы немножко по-другому смотрится чем если приезжать с к видом но изнутри вообще в любом случае смотрится иначе будь ты хоть журналистом который пришел писать репортаж хоть больным которого там лечь ну да то есть у меня отношение это конечно оно и было очень положительным к врачам но после как я поболел и меня полечили она вообще сдвинулась немножко в другую плоскость ну и вторая тема про которую проект довольно подробно пишет это тема коронавирусных ограничений какие ограничения применялись каких регионах приводится в пример здесь чечня в качестве анти примера и все-таки вернемся на один шаг назад и обсудим эту логику логику проекта где они говорят будто бы регионам спустили установку держать 20 процентов коек свободными момент коронавируса и поэтому некоторые регионы где могли прибавляли койки чтобы держать свободными а где могли не госпитализировали то есть я эту логику обсуждала с несколькими врачами после выхода этого текстового проекта и они говорят что не знаем как в стране у нас такого не было у нас были моменты когда у нас был условно ноль коек или почти ноль коек и собственно сам шаповалов мне говорил в интервью что уж наверно лучше полежать в коридоре но в горбольнице чем дома но без врачей лучше полежать коридоре в горбольнице чем умереть ну да примерно такой был смысл шаповалов был мягче и интеллигентнее а и с этим же связано вообще-то вот этот скандал в отрасли когда ванчикова как будто бы то ли кричала то ли не кричала на главврачей что типа выписываете скорее вы долго лечите выписываете нам надо туда госпитализировать новых это тоже было связано с процентом коек в том числе и по моим ощущениям и по мнению моих собеседников у нас как бы не было вот этого вот этой позиции про то что надо держать 20 процентов коек хоть как лишь бы всем было хорошо до ванчикова говорила о том что в какой-то больнице я не помню главным к видному на сценарии или в квд количество среднее количество дней на одного пациента выше чем других больниц она говорила и про то и про другое она говорила что горбольница лечит за 11 дней а кужвен лечит то ли за 13 половиной то ли за 14 высокие средние показатели да типа вы почему не выписывать говорила она даже в горбольнице успевают пролечить полный цикл с более тяжелым поражением но вот я провел в горбольнице две недели в среду заехал через две недели в среду выехал я только где-то наверное дня за два до конца этого мероприятия понял что я смогу самостоятельно двигаться и у меня не будет паники когда я буду отходить от кислородного аппарата по моим ощущениям в ноябре и декабре было сложнее людей выписывали чуть раньше да и врачи об этом говорят да то есть я к тому что у моностационаров и врачей которые в них работали были варианты подвигаться по срокам да если нужно было кого-то но выписывать для того чтобы освободить койки для этого были какие-то пограничные варианты в том числе выписывание с этим кислородным аппаратом хотя я бы не хотел честно говоря отъезжать выезжать из моностационара с кислородным аппаратом есть разные люди и часть людей лучше лучше уже потом лечились дома то есть условно ты пожилой человек ты привык лежать дома тебя как бы безопаснее выписать из больницы домой пусть даже с кислородным аппаратом и я знаю что в регионах в районах например в магой туском районе выписывали людей предлагали купить кислородный аппарат домой но в том числе и потому что в районной црб меньше пространства для маневра по этим койкам то есть или ты в горбольнице 100 человек положил 70 выписал условно или у тебя небольшая больница на 12 14 20 даже коих у тебя как бы нет такого такой возможности легко кого-то выписать кого-то положить поэтому людей выписывали в том числе и говорили купить пожалуйста кислородный аппарат ну да и надо понимать что ситуация в главном коронавируем моностационаре к видном она резко отличалась от других моностационаров потому что всех тяжелых больных свозили в первую городскую больницу то есть они лежали в других моностационарах например будучи госпитализированными как только они тяжелеют их свозят в первую городскую больницу поэтому да из районов же тоже везли то есть я в реанимации лежал с людьми одного привезли из магой тускай по моему црб а второго из борзинской црб а вот эффективность лечения в борзинской црб и могу этой црб оба этих человека побывавших на ивл оценивали негативно условно то есть сравнивали с горбольницей в чете да условная бабушка нашего неусловного экс-шеф редактора андрея затирка которая лежала в магой тускай црб и по моему даже тоже в реанимации могу этой црб в горбольнице не ездила и и вообще устроила качество лечения люди разные так вопрос о том что кому то нравится еда медфуда да кому то не нравится это ведь им еще и состояние здоровья да я к тому что статистику того же главного коронавирусного моностационара и и сложно сравнивать с другими моностационарами например то есть это мягкость теплым да то есть ну не совсем так да ну то есть это прям передовая передовая была ну и еще одна история на которой мы хотели обратить внимание это коронавирусные ограничения которые применяли разные регионы это было отдано на откуп регионам а проект анализирует где насколько были строгими эти коронавирусные ограничения и сравнивает опять же с этой избыточной смертностью ну и здесь опять на первом месте чечня и например ставится что на сколько дача ставится в пример вот республики северного кавказа там мало достаточно ограничений было приводится фотография зрителей военно-морского парада в дагестане в июле 2020 года толпу людей без масок и так далее вот но надо здесь отметить что как бы там проект не оценивал ситуацию забайкальском крае в чите у нас тоже летом то было массовых мероприятий они в сентябре их еще проводили прямо впритык ко второй волне не могли никак остановиться помнишь какие-то праздники на площадях и так далее помню но я не думаю кстати что мы можем что у нас у всех в том числе у проекта есть возможность объективно сравнивать регионы то есть условно например севастополе которые я успела съездить в отпуск этим летом и по разговорам с ними и по новостям практически не было коронавирусных ограничений при этом севастополь находится на втором по моему месте после чукотского автономного автономного округа у них практически не было ограничений может быть тут нет такой прямой взаимосвязи а может быть тут гораздо больше количество факторов имеет значение например тоже мне в интервью говорили медики про то что может быть как-то лето например влияет теплая погода влияет то есть его стополь находится не совсем в чеченском климатическом поясе например то есть может быть нету такой прямой взаимосвязи ограничений с итоговым с итоговыми данными посмертности да ну и понятно что власти регионов как бы администрируя эти ограничения они учитывают совокупность факторов они учитывают и ситуацию с коронавирусом и заболеваемости готовность региональной системы здравоохранения принимать этих больных вылечивать их ну и состояние экономики в том числе да то есть держать экономику региона в режиме постоянных ограничений невозможно то есть в европе это вообще приводит к столкновениям по моему с полицией там люди уходят на улице на митинге какие-то в россии слава богу такого нет но я к тому что властям тоже здесь они для них это пространство не очевидных совершенно решение что у нас сейчас по статистике ситуация гораздо хуже чем год назад когда все сидели в самоизоляции статистике заболевания количество заболеваний сопоставимо сопоставим а то есть сейчас около по моему 50-60 это примерно как в первую волну коронавируса там было вообще 30 типа ты 30 30 потом раз 60 90 но логику как бы жесткости ограничений в первую волну шаповалов те в том числе объясняла это дало возможность системе здравоохранения подготовиться еще никто не умел бороться с этим коронавирусом сейчас уже наработаны все вот эти протоколы по которым они лечат людей закуплено оборудование подготовлены моностационары обучены врачи и медперсонал прочей разработаны методики лечения сейчас совсем другая ситуация я тоже то есть я считаю что мы рано сняли ограничения с учетом того что я неделю дышать не мог на меня это влияет я уверен что большинство людей не понимает к чему может привести заболевание коронавирусом и это хорошо видно но самый яркий показатель это масочный режим можно же по-разному верить маски не верить маски но врачи говорят носите маски используйте анти антисептики да но сейчас видно как маски носят их не носят да но я ношу маски потом машку потому что мне врачи на выходе из больницы сказали маску в лифте когда поднимаешь свой кабинет в нашем здании нет и я нет но он на меня как бы влияет тот факт что я понимаю что я не заболею никого не заражен на меня влияет факт что меня есть прививка от коронавируса но вообще-то это не освобождает от ответственности это в том числе как бы но коллективная же ответственность да если я без маски еду лифте я чё буду всем объяснять что я переболел да у меня печати нету на лбу я в магазине тебе скорее всего не продадут на кассе товар в большей части магазинов а в лифте тебе никто ничего не скажет а еще все знают что переболел ну в этом здании да и в моем доме но когда я захожу в магазины вообще в любые места с массовым скоплением людей начиная с заправок там заканчивая ног больше если бы тебе не продавали бы бензинные товары без маски нет я в на заправках и в торговых центрах магазинах маску надеваю именно потому что но у меня печати на лбу нету и врачи мне почему-то сказали носить маску потому что ну там что микрофлора там легких это не связано с таким прямым запретом на приобретение чего-либо но последовательно связано просто видишь какая история например выступала против маски там практически до вот этого осеннего пика то есть я принципиально не покупала товар в магазинах которые мне отказывались продавать без маски сейчас я как бы задним умом думаю что это невероятная глупость и может быть какая-то демонстрация неизвестно чего но на меня это повлияло именно мое журналистское погружение в специфику осенние вот когда я была на интервью у шповалова с лукьяновым потом я заходила в горбольницу потом я просто на интервью потом я заходила в горбольницу в красную зону и как бы после сизы эта маска вообще не чувствуется а еще была такая картинка у есть такая доктор в известная достаточно в регионе марина мочилова она запустила однажды stories картинку с вл и написала что типа маска гораздо проще чем вл что-то такое это на меня тоже повлияло там на этой картинке можно найти попробовать на меня тоже большое влияние оказало общение с людьми которые с этим вл лежали в общем это впечатляет прямо скажем ну и мы все задним умом умны да и рассудительны но вот я могу в к в качестве примера привести беседу с человеком после редколлегии он не позвонил мы поговорили мы слушает тебе когда предлагали госпитализацию ты отказывался я говорю ага будет видимо коронавирус влияет на интеллект вообще-то игры тоже как отказывался но говорит потом понял что если вы меня не госпитализировали я бы просто дома тихо умер вот поэтому да я прямо упирался не не кладите меня ну типа не хотел в больницу дома полежу начну здесь задыхаться в настоящий момент забайкальском крае ограничения все практически сняты но вот катя говорит о том что по моему рановато по ее мнению рановато я тоже считаю европу и мне кажется европа вся закрылась до глобально и ему такие тут мы все 9 мая наверняка проведем сто процентов людям 9 мая я на самом деле буду максимально страница всех массовых мероприятий ну и по маскам я вот сегодня заправлялся просто сто процентов людей без масок вчера было в новосити там маски есть видимо там как-то еще но кому-то говорят но видно что процентов 10 носит маски из этих десяти процентов половина носит вот так вот как спущены из чресел трусы ниже носа я не понимаю зачем они вообще и носят поэтому резюмируя еще раз спасибо врачам забайкальским и тем кто организовывал всю эту огромную сложно сочиненную систему по спасению людей и тем кто спасал людей лечил их каждый день заходил в красную зону возил людей на скорой помощи определял коронавирус всей системе здравоохранения начиная с профильных вице-премьеров вице-губернатора и заканчивая обычными врачами медсестрами техничками сотрудниками которые еду разносят моностационарах ваш труд спасал жизни спасибо что вы есть спасибо что вы организовали спасибо что вы нас спасали ну а в конце всех этих коронавирусных наших коллеги мы призываем а в том числе с учетом накопленного нами опыта продолжать носить маски пользоваться пользоваться антисептиками ничего еще не закончилось никто не знает будет ли 3 волна будет ли 3 волна давайте исходить из того что будет пожалуйста будьте осторожны и не лезьте в толпы людей это просто иногда смертельно опасно спасибо за внимание здоровья вам счастливо пока пока